Это блюдо употребляется без хлеба, ложки и вилки, его едят руками. Бешбармак. Привет друзья! Для приготовления казахского национального блюда я взял говядину, залил ее на некоторое время холодной водой с добавлением небольшого количества уксуса. Я так поступаю с любым покупным мясом. Это на всякий случай. Прополоснув затем мясо под проточной водой, ставлю его вариться, снимая пену в процессе варки. И тут еще одна особенность, которую хочу вам предложить. После закипания воды проварите мясо буквально несколько минут, а потом слейте первый бульон. Первый, выделившийся в виде пены из мяса белок с остатками крови, лучше не оставлять в бульоне. Избавьте себя от этого, настойчиво рекомендую. Залейте чуть проварившееся мясо чистой водой и готовьте уже красивый и прозрачный бульон, который будет одним из компонентов нашего блюда. мясо в дальнейшем все же еще будет выделять пену, поэтому заранее вооружитесь инструментом для ее снятия. Пена уже выделяется вне в таком количестве, как в самом начале, вреда от нее нет, но все же ее надо снимать, иначе бульон получится мутным. Любой бульон желательно варить максимально прозрачным. Когда пена уже перестает выделяться, не очень плотно прикрываю кастрюлю крышкой и на среднем огне варю мясо в общей сложности 3,5 часа, при необходимости снимая пену. И где-то за час до окончания варки добавляю в бульон очищенную небольшую морковь и такую же небольшую очищенную луковицу, пару лавровых листиков и несколько горошин душистого перца. Овощи добавлять не обязательно, но они придадут бульону более насыщенный вкус. А вот специи и соль нужно добавлять обязательно. Здесь у каждого кулинара свобода выбора. Для приготовления третьего компонента бешбармака готовлю тесто. Понадобится около 400 граммов муки. Ее желательно просеять, но не обязательно. Если мука магазинная и недавно купленная, то она как правило чистая и не залежавшаяся. Можно использовать ее без просеивания. Делаю посередине лунку для вбивания яиц. А тем, кто еще не подписан, рекомендую подписаться на канал и не пропускать ничего интересного. Яйца настойчиво рекомендую сначала вбить в небольшую шкиалу, удостовериться в их годности, затем вилочкой смешать, хотя вот это не обязательно. Затем влить в лунку в муке. Тесто для этого блюда готовится точно такое же, как и для домашней яичной лапши, только оно здесь совершенно пресное. Во всяком случае у меня так. Для начала при замешивании теста я использую обычную ложку. Можно взять деревянную лопатку, кому как нравится. А можно и сразу замешивать руками. Я в данном случае не начинаю сразу впачкать руки в тесте, потому что нужно будет еще набирать чистой холодной воды, чтобы добавить сюда же. А это лучше делать чистыми руками. Воду добавляю понемногу. Мне нужно получить тугое тесто. Если же вы вдруг промахнетесь водой, то добавьте муки. Убедившись, что воды больше не понадобится, перехожу на вымешивание теста руками. Кто-то скажет, при этом тесто отдается любовь и теплу рук. Я же без этих сантиментов. Формирую шарик из теста, посыпаю чашкой тесто мукой, накрываю пищевой пленкой и оставляю примерно на 20 минут, чтобы поработала клейковина, так как тесто у нас бездрожжевое. Дальше с ним работаю на большой разделочной доске, а можно и на любой рабочей поверхности. Припылив доску мукой, от теста отрезаю нужный мне кусок, это граммов 300. Думаю, хватит. Тесто, как я уже говорил, должно быть тугое, раскатываю его тонко, как для домашней лапши. Это немаловажно, потому что тонкое тесто и вариться будет быстрее, а нам его именно варить. Теперь ножом или инструментом для нарезания пиццы режу пласт на полоски, шириной примерно по 5 сантиметров. Если тесто липнет, то обязательно посыпайте его мукой, оно не должно быть липучим. Затем получившиеся полоски надо нарезать ромбиком. Причем это можно сделать с каждой полоской отдельно, или же сложить их поверх друг друга, посыпав слои мукой и нарезать вместе. Так получится несколько быстрее. Нарезать, опять же, можно любым удобным для вас инструментом. Самый универсальный при этом кухонный нож. А теперь ромбики надо некоторое время просушить, разложив на доске или же для ускорения процесса. Можно положить лапшу в один слой на противень и сушить в духовом шкафу при температуре градусов 60 с открытой дверцей. Пока я занимался тестом, мясо с овощами доварилось до нужной кондиции. Вынимаю мясо в отдельную тару и откладываю пока в сторону. В другую тару выкладываю из бульона морковь и лук. Кстати, отварную морковь я потом с удовольствием съел, она пропиталась всеми вкусами и ароматами специй. Ну, а лук просто выбросил, потому что он напротив отдал все свои соки и вкусы бульону. Ну, то такое. Бульон через ситочку процеживаю в другую кастрюлю. Он уже полностью готов. Если в бульоне есть какие-то мелкие примеси и сверху плавает жир, то его можно процедить и через несколько слоев марли. Лавровые листья и горошки перца выбрасываю. Они свою миссию выполнили. Бульон получился красивый и ароматный. Далее беру две луковицы и одну нарезаю полукольцами. Если луковицы мелкие, то можно нарезать и колечками. Кастрюлю, в которой варилось мясо, промываю и ставлю на огонь. Добавив в нее 3 столовые ложки растительного масла. Ну, примерно. Если при варке мяса у вас образовалось на поверхности бульона много жира, то его тоже нужно добавить сюда же. Будет вкуснее. Солю и перчу свежемолотой смесью 5 перцев с маслом. Нарезанный лук отправляю к разогретому маслу. В течение примерно 5 минут поджариваю лук на среднем огне. Можно его поджарить и до золотистого цвета, но главное, чтобы он не подгорел. Добавляю в кастрюлю пару половников бульона и несколько стаканов горячего кипятка. Огонь под кастрюлей на максимум и крышкой прикрываю до закипания жидкости. Вторую луковицу тоже нарезаю полукольцами и добавляю в бульон. Вся эта смесь взаимно пропитается вкусами и заодно сформирует ароматный бульон для отваривания лапши. По мере его приготовления проверяю на соль и перец. И так как я добавлял много воды, то понадобилось досолить бульон и поперчить по вкусу. Через пару минут кипения весь лук выкладываю в отдельную чашку. Огонь под кастрюлей ни в коем случае выключать не нужно, его напротив лучше сделать максимальным. Подсушенные ромбики нужно стряхнуть от излишков муки и частями, чтобы они не слиплись, отварить в бульоне. Каждую часть лапши нужно варить после всплытия около 4 минут. При этом лапшу надо помешивать ложкой, чтобы она не прилипла ко дну кастрюли и не слиплась между собой. Пока лапша варилась, я приготовил и поставил рядом отдельную посудину. В нее выкладываю ромбики, стараясь максимально слить с них бульон. Тут же закладываю в кипящую воду следующую партию лапши, чтобы не терять время, потому что уже хочется кушать. Наполнившие кухню ароматы только способствуют этому. Пока варится следующая часть лапши, предыдущую я смешиваю с частью лука, который достал из бульона, а также поливаю небольшим количеством покучего растительного масла. Мясо успело немного остыть, чтобы его можно было брать руками. Нарезаю его на порционные куски, но не очень мелко, и пока откладываю в сторону. Наступает торжественный, финальный момент. Большое, неглубокое блюдо по его краям. Сначала выкладываю ромбики лапши в перемешку с луком и маслом. Посередине блюда оставляю место, куда выкладываю кусочки мяса. Название блюда «бешбармак» с казахского языка или с любого тюркского, буквально означает «5 пальцев». Потому что кочевники не использовали ложек и вилок, и ели это блюдо руками, беря кусок отваренного теста с кусочком мяса внутри. Бульон же нужно обильно сдобрить петрушкой или любой другой зеленью и подать вместе с основным блюдом. Сюда же можно подать и любые свежие овощи. Готовьте вместе со мной. Кстати, это я. А для этого подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь ссылкой со своими друзьями в социальных сетях и мессенджерах. До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч!